Приветствую вас! Вы знаете, два момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое, это, пожалуй, то, что у вас что-то по тексту, да? Парень просто вот как-то, знаете, ну, внезапно, да, начал вести себя как-то вот, ну, как-то, как-то вот так, как-то странно. Вот, начал он себя вести. И, ну, я не думаю, что это произойдет слово случайно, если честно. То есть, мне кажется, что у этого есть свои причины. А мне кажется, что может быть у него что-то случилось, а может быть вы что-то вот сделали. Вот, если вы ничего не делали, то, соответственно, это означает, что мужчина просто, ну, знаете, просто изменил свое отношение к вам. Вот. Но такого же вроде как не может быть, да, потому что у вас ведь все хорошо, да, наверное, было. Вот. То есть, мне кажется, что здесь вот нужно немножко раскрыть этот аспект. Потому что вот как вы говорите сейчас, да, то что вот постепенно, постепенно, значит, у вас все стало как-то вот так плохо, да, постепенно, 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 у вас все стало как-то не так, как нужно, я думаю, вот, что, если честно, это несколько странно. Вот. То есть, я не сторонник от того, что вот все меняется назад сама по себе. Да, то есть, я не думаю, что изменилось все именно сама по себе. Вот. Это первое. Да, то есть, здесь нужно, ну, здесь нужно посмотреть, здесь нужно посмотреть, что изменилось, что изменилось у вас в отношениях. Вот вы говорите, что вы нашли жить вместе. После месяца знакомств. Это на самом деле очень быстро. И вы, собственно, человека еще не узнали как такового. То есть, ну, просто вы его не узнали. Да. И, судя по тому, что вы пишите, вы спешите, то есть, ну, у вас вот эта все спешка как будто бы была. Да. То есть, мне кажется, что здесь очень важно понять, что вас связывает с человеком, что между вами общего. Вот. И почему вы решили жить с ним, особенно если, как вот вы говорите, что в процессе проживания, да, вы поверили, что он вас любит. То есть, до этого вы не верили, что он вас любит. И не веря в то, что он вас любит, вы, ну, решили с ним находиться в отношениях. Вот. Эта позиция, конечно, в некоторой степени немного странная. Она говорит о следующей, на мой взгляд, проблеме, которая, на мой взгляд, логично выводится из первой проблемы. Это ваша потерянность. То есть, вот, именно такое, знаете, вот, чувство, чувство потери. Ваши собственные потеря. Вы как будто не знаете, куда идете. Вы как будто... Такое ощущение у меня, что как будто вы не сами идете по своей жизни, а как будто вы двигаетесь в каком-то другом направлении. Ну, то есть, вы двигаетесь в направлении, которое, ну, допустим, определяет не вы, да, а определяет веру-другой. На мой взгляд. И это, на самом деле, не очень хорошо. Понимаете? Ориентироваться все-таки нужно на себя, да? Вот. Ориентироваться все-таки нужно на свои какие-то истории. Понимаете? Поэтому, я думаю, я думаю, что... Тут, 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 тут вам нужно посмотреть, именно, куда вы сами двигаете. Чего вы сами хотите. Вот, я думаю, это ключевая история. Так что, тут мне видится... Ох. Значит, тут мне видится вот так. Такая проблема. Значит, работать с вашими ценностями, а также с тем, что для вас представляют из себя отношения, А, ну, это вот очень важный такой момент. Вот. Могу вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. То есть, если вы захотите разобраться с тем, что представляют из себя для вас отношения, ну, вот. Ага. Чего вы хотите, что вам нужно, и так далее. Вот. То пишите. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. блин. Пока. Поехали. Я управляюсь, я помню. Я знаю. Я наervу. Продолжение следует...